Пришло время подводить итоги уходящего 2022 года. Я уважаю каждого, кто сегодня выбрал быть в церкви, в Доме Божьем. Это последнее собрание в этом году. 2022 год был тяжелым годом. Недавно многие из нас мы отошли только вроде от коронавируса, локдаун. И очень скоро поняли, что это для многих был просто легкий испуг. Потом началась война. И здесь уже люди умирают не просто от болезней, не потому, что они не следят за иммунитетом или витамины не пьют. Людей просто убивают. Издевательство, насилие, ненависть. Сколько потрясений в течение только одного года. Никто не думал, не мечтал, не планировал. Катя, можешь подняться? Вот это наша молодая сестра. У нее убили папу. Просто, чтобы вы знали, ее поддерживали. И у людей возникает вопрос. Где Бог? Куда Бог смотрит? Сколько в мире скорби и зла. Я хочу, чтобы сегодня услышали все верующие, что тот же самый Бог предупредил, что на земле скорби будут. Я хочу повторить. Тот же самый Бог предупредил своих, что на земле скорби будут. Разница, вот что важно понимать, что в этих скорбях и бедах Бог не виноват. А второе, это то, что верующие люди их проходят с Богом. Неверующие тоже проходят. Вот в этом и разница. По-разному. Многие потеряли кто-то бизнес, кто-то жилье, кто-то родила, кто-то похоронил. И все за одни сутки. Жизнь на земле очень короткая, заканчивается очень резко. Но человек при этом почему-то думает, что он все контролирует. Когда человек думает, что он все контролирует, тогда он не нуждается в Боге. Человек думает, что он контролирует бизнес. До этого момента же получилось, значит, я контролирую. Человек думает, что он контролирует воспитание детей. Ну, пока дети маленькие, такие красивые, послушные, он думает, я хороший, я мама вообще, самая лучшая на земле. Человек думает, что он контролирует здоровье. Он витамины пьет, он зарядкой занимается. Человек думает, что он контролирует планы, расписания. Единственный способ показать человеку, что он не все контролирует, это забрать жизнь человека. Там человек теряется. Там человек понимает, что он не все контролирует. Это самое мощное потрясение, которое человека заставляет думать и хоть как-то, возможно, поворачивает его к Богу. Хотя, по сути, человек ничего не контролирует. Но человек думает, что он контролирует. В прошлое воскресенье я просил церковь уединиться и проанализировать прошедший год этот. И проанализировать себя. И попросить Духа Святого помочь нам в чем-то исправиться. Я не уверен, многие ли это сделали. А уже осталось пару часов. Я понимаю, что слушать — это одно, соглашаться — это второе, но исполнять — это третье. Смотрю на Америку и думаю, какое потрясение нужно людям? Или задам вопрос по-другому. Как вы думаете, верующим людям для духовного пробуждения нужно потрясение или откровение? Откровение Бог дал. Откровение Бог дал давно. Откровение — это Божье Слово. Как вы думаете, что нужно людям для духовного пробуждения? Лично у себя, в жизни, просто радикальных перемен, ценности, приоритеты, поиск в жизни, вот духовно. Мы, как родители, не хотели бы трудностей нашим детям. Хотим, чтобы они брали уроки жизни без потрясений. Правда? А что мы называем потрясение? Ну, ремень — это потрясение. Дисциплина — это потрясение. Но иногда не всем доходит. Книга Судей, мне кажется, показывает цикл христианской жизни на земле. Если вы помните, что там написано, я сделаю краткий обзор. Книга Судей, когда Иисус Навин привел их в обитованную землю и сказал, «Не отходите от Бога, будьте верны Богу. Ни в коем случае не станьте, как другие народы грешные». И израильский народ, циклы идут. Они постоянно от Бога уходят, постоянно впадают в грех, постоянно у них идолопоклонство. Они впадают в материализм, в суету, в идолопоклонство, в традиции, привычки, не божественные, не христианские. Бог попускает. Приходят эти хананеи, их завоевывают, их унижают. Они в скорбях, рыдают, вопиют к Богу. Что делает Бог? Посылает Избавителя. Приходят. Они каются в грехах. Каются в своей жизни такой, я бы сказал, теплой, такой духовной, такой безразличия, такого самодовольства. У меня все нормально. И снова проходит время. И снова. Бог попускает. Снова приходят новые враги, новые беды, скорби. И снова народ вопиет к Богу. И снова Бог их избавляет. Если вы последите, только вот одна книга в Библии. Это циклы, которые повторяются. И в Библии написано, когда будет тебе хорошо, помни. Кого? Что помнить? Что нужно помнить? Господа Бога твоего. Я думаю, что в Америке, по сравнению с миром, что происходит, пока хорошо. Если ты живешь в Америке, это слово ко мне, к тебе. Помни. Потому что мы должны брать уроки из этой книги, даже с судей. Вопрос прежний. Что нужно тебе в жизни? Потрясение или откровение для твоего духовного пробуждения? Потрясение или откровение? Выбери откровение. Но помни. Слушать, соглашаться, это одно. А делать совершенно другой уровень. Друзья, хорошо ставить на Новый год. В Америке принято ставить New Year's resolutions. Цели. Хорошие цели на следующий год. Мы их много ставили, писали, записывали. Кто-то, я думаю, тоже этим занимался. Но нам важно понимать, что цифры, которые изменятся в календаре, часы, даты, салюты, ничего не помогут измениться у тебя внутри. Никак. Даже если ты напишешь свои цели, напечатаешь их. Никак не помогут. Цели ставить это хорошо. Я за. Но чтобы их достигнуть, нужно вернуться к очень проверенным, простым, старым методам. Нужно исполняться Святым Духом, жить по Духу или питаться Его Словом. Переведу на простой язык. Нужно с Богом, с Библией общаться регулярно. Питаться этим словом. Постоянно питаться. Постоянно питаться. Исполняться, наполняться этим Духом Святым. Только тогда эти цели могут быть достигнуты. Иначе ты уже знаешь, ты их уже ставил, достигал. Кое-что получилось, слава Богу. Но самый большой успех в жизни человека это внутренние перемены. Я повторю. Самый большой успех в жизни человека, который можно достигнуть на земле, это внутренние перемены к лучшему. Да, это лучший подарок для твоей жены. Это лучший подарок для твоего мужа. Это лучший подарок. Это тот подарок, который Бог ожидает от людей. И это невозможно сделать, написав свои цели на бумажке на 23-й год. Хотя писать стоит. Итак, друзья, прочитаю вам местописание перед нашей молитвой. Филиппийцам 3 глава с 13 по 15 стих. Надеюсь, вы сможете его увидеть на экране. Филиппийцам 3 глава с 13 по 15 стих. И у меня к вам вопрос. То, что я сейчас прочитаю, это говорит о будущем или о прошлом? Слушайте внимательно. Итак, я не почитаю себя достигшим. Есть на экране? Филиппийцам 3, 13-15. Не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы по-другому думаете, то Бог это вам откроет. Вопрос. Здесь написано о будущем или о прошлом? Очень важная, я не зря спрашиваю этот вопрос, очень важная мысль. Здесь говорится о будущем, которое очень связано с прошлым. И одновременно дается задача в настоящем. Смотрите, проанализируем вместе. Первое, он говорит, как человек Божий. Он говорит, я несовершенный, но не останавливаюсь на этом. Многие говорят, nobody is perfect, I am not perfect. Но-но-но-но, ты себя так не оправдывай, ты так не туда едешь. Nobody is perfect, мы это знаем, но я к этому стремлюсь. Разницу улавливаете? Ну, что же я? Ну, я, я же, ну, никто. Ты не отмазывайся, никто. Ты за себя давай сначала поговорим. Я несовершенный, но я к этому стремлюсь. Второе, забывая заднее, вот здесь нужно остановиться. простираюсь вперед. В следующем году мы хотим, чтобы все было лучше, круче, ну, бизнес вырос, здоровье, мы же начнем худеть, все будет лучше, у нас цели, мы духовнее станем. Ну, правда, есть планы. Мы простираемся вперед. Мы, конечно, будем завоевывать, достигать хороших целей, но при этом нужно не забыть, это невозможно без условия. Забывая заднее. А что это? Два пункта. Забывая заднее, значит, нужно оставить, во-первых, прошлые обиды. Прошлогодние, уже почти прошлогодние на данный час. Горечь. Горечь. Обиды и непрощения. Если ты их не оставишь, забудь о целях, забудь о продвижении. Нет, 23-й год будет лучше, забудь. Если ты не оставишь их, ты не продвинешься. В духовном мире, духовные принципы, не продвинешься. А хочется, чтобы 23-й год был лучше. Так вот, условия. Вначале, забывая заднее, прошлое, прости и отпусти. И только потом ты можешь куда-то продвигаться. Второе, забывая заднее, это нужно забыть прошлое, старое достижение. Не потому, что их не уважаем, а потому, что нужно стремиться к новым. А иначе ты будешь жить только прошлым. Вот у нас там, у нас было, у нас было, вот 10 лет назад, Бог меня употреблял, 20 лет назад, у меня в жизни такое было, я был такой молодец, а сегодня? Хорошо, слава Богу, за то, что было. Слава Богу, это иногда стоит помнить и уважать. Но если ты будешь жить прошлыми достижениями, ты никуда не продвинешься в 23-м году. Нужно это сказать, слава Богу, за прошлое. Но Бог питает свежим хлебом, свежей манной, свежим, новым в этом году. Третье, простираюсь вперед, значит, к духовным развитиям нужно стремиться к каждому верующему, простираясь, продвигаясь, но не остановиться на достигнутом. Нельзя удовлетворяться тем, что я и так духовно нормальный, есть хуже. Развивайся, духовно простирайся, продвигайся. Четвертое, это все из этого же текста, написано, я имею цель, стремлюсь к цели, New King James говорит, написано там, I have a goal, духовная цель, если она у тебя, духовная цель, духовная цель должна быть у каждого верующего человека. Если вас спросить, какая твоя духовная цель, некоторые аналитики говорят, что если ты за 30 секунд не можешь ее назвать, значит, у тебя ее просто нет, у тебя ее просто нет. Ты хороший, красивый, пушистый, верующий, но цели духовных нет. Ну, есть цель, ну, как цель? Ну, попасть на небо цель. Так у тебя такая цель была и 10 лет назад. А какая цель в этом году? Ну, как цель? Ну, не грешить. Ну, это цель и прошлогодняя, и следующая. А какая цель на этот год? А ее просто нет. А как вы думаете, будут результаты, если целей нет? А если будет, и ты ее достигнешь даже на 50%, то ты на 50% ближе к цели. Вот почему важно цели духовные иметь. У нас еще есть пару часов, чтобы их поставить. и потом стараться их достигать. А цели конкретные. Вот в следующем году я буду проводить минимум один час с Богом. Утром, вечером, без разницы, когда это будет, но вот эта цель конкретная, а потом мере, как ты ее достигал. Я буду питаться этим словом. Я буду свои приоритеты не менять, а ломать. Я специально говорю, приоритеты я буду ломать. Мы уже их меняли. Правда? Я буду менять приоритеты. Ох, сколько мы их меняли лет 10. А воз и ныне там их надо ломать. Если ты сам знаешь, что ты недисциплинированный человек, сила воли очень слабенькая, бери свидетелей, бери людей со стороны и говори, вот моя цель, помоги мне ее достигнуть. Звони и спрашивай меня. И последнее, друзья, здесь написано, так должны мыслить. Если вы это не мыслите, то это Бог вам откроет. Видите, написано, так должен мыслить. Внимание, должен мыслить. Не просто, ну если у вас есть настроение, ну сегодня в честь праздника, давайте так подумаем, так должен мыслить верующий человек. Если не так, то написано, то тогда вам Бог откроет. Каким путем, каким методом, каким потрясением, я сказал вначале, есть откровение, есть потрясение. И то, и то работает, только у каждой выбирает разным путем. Здесь не зря написано за мысли. Мысли человека настолько человека могут угнетать, загонять просто в яму, в депрессию. Или же эти же мысли могут тебя окрылять. Вот почему написано за обновление ума. И сейчас, друзья, мы идем к молитве. Вам хочется, чтобы следующий год был лучше? Правда, хочется всем. Мы об этом мечтаем. Из этого одного текста здесь, это буквально пару стихов, и это даже не проповедь, это просто пожелание в следующий год. Из этого одного текста сколько там можно взять уроков? Цели поставить нужно, но потом как их достигать, я надеюсь, вы поняли. Это только питаясь и исполняясь Духом Святым и Его Словом. Только тогда мы можем достигать каких-то целей. Духом и Его Словом и Его Продолжение следует...